Итак, чтобы закончить нашу эпопею с будильником, нам нужен циферблат. Мы все смоделировали, но циферблат моделировать я не буду. Поэтому мы его будем рисовать в иллюстритере. Скажем, 1000 на 1000 пиксель будет достаточно вполне. Так, теперь скажем, что нам надо линейки показать и разделим 500 на 500. Небольшое склонение нельзя. Делаем 500 на 500. Чтобы уже точно все точно было. Хорошо, 500 на 500 сейчас у нас. Так, и мы сделаем сейчас с вами кружочек. Сначала один. Встанем в самый центр, зажмем Alt Shift и потянем вот так. Такой у нас будет кружочек. Покрасим в черный цвет. Достаточно. Далее пойдем сюда поближе. Я предлагаю сразу сделать еще один слой. На всякий случай. И мы с вами должны сделать теперь квадратик. Ну скажем, вот такой квадратик. Заполним его черным. Подойдем поближе сюда. Видим, что у нас он не совсем стоит посередине, поэтому поправим это дело. Так. Ну и чуть поменьше. Вот так кажется не точно. Еще, сейчас, чуть-чуть еще поправим. Прям ювелирная работа, ребят. Какая-то какая-то. Нужна ли она нам? Так. Теперь. Уселяем и говорим, что мы должны это закруглить. И вот здесь есть такой фокус, который постоянно забываешь, что надо зажать Alt. Видите, появляется возле этого, наверное, слабо видно, но какие-то точки. И вот теперь нам надо точно, точно, точно в центр. Тоже как-то вот не продуманно у них. Откуда я знаю, попал я в центр или не попал. Теперь скажем, 360 градусов разделить на 60 минут. Окей. Вот он сдвинулся, да? и Ctrl D. Что-то мы все-таки неправильно сделали. Еще раз. Зажимаем Alt. Делаем в центре. Делаем. А, забыл нажать слово копируй. Господи, 300. 360. Разделить на 60. Надо сказать, копировать. И теперь Ctrl D и Ctrl D. Так, до самого конца пока 60 у нас не проверяется. Вот так. Отлично. Все, хорошо. Теперь возьмем вот этот. Вот этот, вот этот возьмем. И перенесем его на новый слой. Я сделаю сейчас новый слой. Эти два закроем. Так. О. Копируем. Переносим на новый слой. То есть, подходим ближе. Увеличиваем эту штуку. Сюда и вот сюда. Красим в красный цвет. Выделяем как бы, да? Окей. Красный цвет. Смотрим. Достаточно на новый слой. Нет, не достаточно. Надо побольше. Вот так, чтобы оно жиренько бы и выделялось. Вот теперь мы то же самое возьмем и скажем, что давай-ка мы тебя покрутим со страшной силой. Зажимаем Alt. И говорим, что 360 нам разделить на 12 часов. Да? Копировать. Вот так. На 12 часов и делаем Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Прекрасно. Циферблатик у нас готов. Теперь нам нам не что иное, как... Да, я такой бы, что здесь еще один круг сделал. Ну, о чем, давайте сделаем. Так. Вот я сейчас делаю новый. Особожу пока. Выделю этот. Ну, во-первых, наверное, потолще чуть-чуть. Скорее всего два я сделаю. О, не 12. Нет, два. Два, три, три. Да, что ж ты не делаешь это-то. Три. Да, вот так будет лучше. И теперь нам надо сделать его копию. Копию и... Видите, закроем. Сюда поставим F. F. Так. А я копию сделал не всего через такину. Когда долго не работаешь, то происходят вот такие вещи. А я давно не работал в иллюстраторе. Так. Теперь вводим сюда. Вот я говорю, когда ты давно не работаешь, получается такая ерунда. Это мы сейчас возьмем просто кружок. Почему-то он начал выделять теперь только эти. Вот так вот сделаем. Да и все. Вручную. Отмену. Вот. Это напоминает мне мой старый модельник. Хорошо. Ну и теперь цифры там можно, да? Вот так вот так. Сделал мы 12. Так. Так, циферки, циферки, да, ее, конечно, неудобно, это все. 12, так, без больших изысков, есть у него тот болт, да. Посмотрим, 13, может чуть больше, цифра слабо видно, а все-таки у нас будильник как бы школьный, да, школьник должен видеть, так, хорошо, ну и дальше мы тоже самое сделаем один, потащим вот сюда. Везде поставим по одному, чтобы нам легче было потом перепроводить, я имею вот один, теперь я напишу, что это два, где у меня там, ну два, и так по всему циферблату. И в итоге мы получили довольно-таки неплохой циферблат, который мы сейчас сохраним и оставим в текстурах наш будильник. КОНЕЦ